РБК региональный блок новостей. Мы вещаем из отеля Краун-Плаза Уфа. С вами Маргарита Гафарова. Здравствуйте. Строительство индустриального парка Уфимский планируют завершить уже в мае. Возведение административных зданий идет с опережением ранее установленных сроков. Ежедневно на площадке задействовано до 25 единиц техники и порядка 125 человек. Строители уже завершили кирпичную кладку фасадов административного здания и возвели колонны второго корпуса. Окончание строительства ждут потенциальные резиденты. На сегодняшний день их насчитывается 17. Производителю стальных канатов отведут 3000 квадратных метров. Заводу по выпуску нефтегазового оборудования – 2000. Площадь индустриального же парка Уфимский составляет почти 300 гектаров. Его заполненность на данный момент достигает 93%. Около 10 тысяч квадратов в производственных корпусах пока остаются свободными. Полным ходом идут фасадные работы, утепление фасада, идут каменщики работы, все идет на сопряжении. Монтажные работы, ферм и колонн второго корпуса почти на завершение. Закончено 99%. Потом сэндвичем закрыли 99,9% второй корпус. В общем, полным ходом идет кровля. Индустриальный парк имеет прямой выход на трассу М5 «Урал». В ближайший год к нему подведут железнодорожные пути. Договор на проведение госэкспертизы проекта заключат с казанским филиалом главэкспертизы России. Он стал победителем аукциона. Стоимость контракта составит более 2 миллионов рублей. В Башкортостане инвесторы пополнили бюджет республики на 160,5 миллиардов рублей. Налоговые отчисления поступили в региональную казну в период с 2011 по 2020 годы. В отраслевой структуре наибольший вклад в бюджет внесли предприятия, реализующие приоритетные инвестпроекты в сфере промышленности. Так, за 10 лет от них поступило более 156 миллиардов рублей. Сельхозкомпании поддержали региональный бюджет более чем на 2,5 миллиарда рублей. Инвесторы в сфере туризма обогатили казну на 800 миллионов. А инвестпроекты в области здравоохранения принесли Башкортостану полмиллиарда рублей. В правительстве республики подчеркнули, что привлечение инвестиций в регион является одной из главных задач. Поэтому приоритетным инвестиционным проектом активно оказывается господдержка. С 2011 года им предоставили субсидии в размере 11,5 миллиардов рублей. В том числе налоговые льготы на сумму почти в 10 миллиардов рублей. Порядка 100 работников Белорецкого района потеряли работу из-за реконструкции хлебозавода. При этом руководство магнитогорского холдинга «Ситна», куда входит предприятие нашего региона, заявило, что примет сотрудников обратно на работу через год. Сейчас в ситуации разбирается руководство Белорецкого района. По словам работников хлебокомбината, им пришлось написать заявление на увольнение по собственному желанию под давлением руководства. При этом процедура сокращения не предлагалась и не проводилась. По состоянию на 3 февраля в штате предприятия осталось всего три человека, сообщает администрация Белорецкого района. Уволенные сотрудники хлебокомбината вместе с администрацией муниципалитета подготовили коллективные заявления в прокуратуру. Кроме того, организована проверка соблюдения норм трудового законодательства. В прокуратуре был объяснен порядок проведения прокурорской проверки и также мы довели суть и порядок обращения в суд с исковым заявлением о признании увольнения незаконным. В настоящее время руководство хлебокомбината на контакт не выходит от встреч и переговоров уклоняется. Сложившаяся ситуация находится на контроле. Отмечу официальную причину закрытия комбината. Его руководство до сих пор не озвучило. Ранее администрация Белорецкого района предлагала руководству предприятия помощь в модернизации производственных линий, а также место среди резидентов ТАСЭР. Однако это предложение так и не приняли. За три года более 13% всех сельхозкооперативов страны созданы в Башкортостане. Корпорация малого и среднего предпринимательства России составила рейтинг регионов по количеству вновь созданных хозяйств. Республика в нем удерживает первую позицию. За последние годы в регионе создали 289 сельскохозяйственных потребительских кооперативов. 118 в 2018 году, 119 в 2019 и 52 в прошлом году. Вторую строчку рейтинга занял Татарстан, там 163 сельхозкооператива, третью – Белгородская область, где создали 148. Увеличить количество объединений фермерских хозяйств в нашей республике удалось благодаря программе реализации доходогенерирующих проектов, отметили в Минсельхозе региона. За два года на их развитие было выделено 600 миллионов рублей из бюджета. В 2018 году была принята программа по развитию доходогенерирующих проектов, которая основана на инициативе самих граждан. Она создается объект коллективного пользования, то есть сельхозкооператив, с помощью инициативы самих граждан и с помощью гранта, который выделяет республиканский бюджет. Отмечу, в этом году в доходогенерирующие проекты республики планируется внести изменения и увеличить размер гранта на закупку техники, торгового оборудования, создание логистики с 3 до 14 миллионов рублей. В этом году из бюджета республики на эти цели выделят 100 миллионов рублей. С 1 апреля в России введут плавающую пошлину на вывоз зерна. Об этом сообщили в Минэкономразвитии России, сославшись на постановление о биржевой регистрации экспортных контрактов на зерно, подписанное Михаилом Мишустином. Начиная с апреля товарная биржа будет публиковать цены контрактов и на основе цен Минсельхоз будет рассчитывать размер пошлины. При мировой цене до 200 долларов за тонну пшеницы первого и второго классов пошлина на экспорт из России взиматься не будет. При цене, превышающей 200 долларов за тонну, будет взиматься пошлина в размере 70% от превышения этой базовой цены. Власти полагают, что такой механизм даст определенность рынку и будет действовать в течение долгосрочного периода. К слову, по итогам уборочной кампании в 2020 году в Башкортостане собрали 4 миллиона тонн зерна. Во время оглашения послания госсобранию глава региона Ради Хабиров поручил Минсельхозу увеличить этот объем до 5 миллионов тонн к 2024 году. В 2020 году продажи новых легковых автомобилей в Башкортостане сократились более чем на 8,5%. Такие данные представило агентство «Автостад». Так, в прошлом году жители республики приобрели 51 448 машин. Из них более 17 тысяч – это автомобили российских марок. Всего за весь 2020 год россияне приобрели почти полмиллиона новых легковушек, потратив 2,5 триллиона рублей. Это на 2% меньше, чем в 2019. При этом средняя цена автомобиля массового сегмента в прошлом году достигла почти 1,5 миллиона рублей, увеличившись на 4%. Распределение между массовым сегментом и премиальным получилось ровно 1 к 9, то есть 90% на массовый сегмент и 10% на премиальный. Стандартный заход, когда рынок падает, то премиальный сегмент падает медленнее. Так же произошло и в прошлом году падение премиального сегмента на 5,6% к 2019 году. Что касается будущего авторынка, то эксперты прогнозируют рост цен на новые иномарки уже в марте до 3,5%. Это связано с увеличением на 25% утилизационного сбора. Полученные от него средства пойдут на льготы по автокредитам и лизингу. Ранее эксперты заявляли, что это никак не отразится на стоимости автомобилей российской сборки. На этом наш выпуск подошел к концу. Оставайтесь на РБК, следите за новостями вместе с нами.